Музыка Уважаемые дамы и господа, друзья, коллеги! Очень приятно, что в таком кругу вы собрались, и эта конференция, она стоит в ряду, уже как Александр Владимирович сказал, многих-многих встреч. Можно их назвать и совещаниями, как вот то, что мы проводили с министром Новаком, можно назвать конференциями. Это очень серьезный показатель того, что я попытаюсь сейчас сказать как акценты. Большей частью я уже их высказывал, частью публиковал, но для того, чтобы придать вашему обсуждению то направление, которое мне лично хочется, я попробую эти вещи сейчас озвучить. Сначала несколько цифр, которые так или иначе фигурируют. Они фигурируют в открытой прессе, понятно, что статистики полной нет, поэтому влево миллиард плавают, но все-таки расходы нефтяных компаний на нефтесервисные услуги выросли с 250 до 700 миллиардов. Вот за 10 лет. И в этом году будут по оценкам более 800, приблизиться к 900 миллиардов. В это же время, это с этими нашими, значит, восьмым и девятым годом, это примерно рост 12%. В это же время, если взять еще и обустройство, все-таки это отрасль не чисто сервисная, но она как раз обеспечивает вместе с сервисом реализацию нефти и газа, добычу нефти и газа, то там оценка примерно сейчас на 700 миллиардов обустройства, а если с оборудованием, с железом, с трубами, то за 3,5 триллиона рублей. Огромные цифры, которые сегодня в той или иной степени проходят через компании, которые вы представляете. Нет других заказчиков, нет других подрядчиков, это как раз вот эта аудитория и ответственность по этим цифрам, конечно, честно говоря, огромная. При этом технологические услуги резко растут по сложности. То есть, если брать рост 12%, то высокотехнологические услуги, это я уже строительство-то двинул в сторону, составляют у нас рост 19%. И причем так, по экспоненте, то есть они с каждым годом нарастают больше. И именно в этом секторе высокотехнологичном у нас идет представленность достаточно большая западных компаний. Значит, в изоляции жить невозможно, но есть и границы, когда ты пускаешь к себе в дом кого-то. Одного пустить можно, другого тоже. А вот когда 10 тебе в квартиру приедут, уже, значит, вся семья возмутиться, по идее, должна. Поэтому, конечно, вот эта огромная роль и невольно инициатива людей, которые двигают эту тему, невольно выходит, мне кажется, в первый ряд всех проблем нефтегазового комплекса. Всех. Я сам вырос как добывающий инженер и отдал этому много в жизни, но в то же время и подрядом позанимался. Но именно сейчас, даже не в силу того, что ту и другую сферу знают достаточно хорошо, могу сказать, что именно сейчас нефтегазовый сектор, как название, является воплощением большинства проблем, которые остались у нас. Вернее так, возникли сегодня или присутствуют в нефтегазовом комплексе. Я попробую это на других цифрах охарактеризовать. Мы с вами за 10 лет, за 12 лет, с нулевого по 10-й, по 12-й, восстановили уровни добычи по нефти и газу, укрепили компании, сделали серьезные инфраструктурные проекты, почти в два раза увеличили экспорт. Это колоссальный труд. И к 10-му, условно, году, к этому периоду нефтегазовый сектор вполне себя устойчиво чувствует. Укрепились компании. Многие социальные вопросы наших городков, городов бы решены на очень хорошем, прекрасном уровне, если брать, особенно за все, западно-сибирский нефтегазовый комплекс, Татарию, ту же Башкирию. Но в это время мы восстановили бурение на, ну из 30 миллионов бурили, сейчас бурим 20, то есть на 2 трети восстановили. Важный шаг, важный, недостаточный, радикально недостаточный, потому что следующее десятилетие характеризуется, задача удержать хотя бы объемы добычи, тем более экспорта. И цена выросла в 5 раз, нулевого по 12, а сейчас она явно расти не будет. А если и будет, то эти колебания будут, ну, вверх-вниз, они усреднятся. Поэтому задача для страны колоссальная, я все еще удивляюсь, почему ее на высоком политическом уровне как-то не артикулировали, но задача колоссальная. Даже дело не в объеме же добычи, а в валютном балансе. И конец 80-х надо прекрасно помнить, когда мы потеряли из-за падения цены валютный баланс, и страна не из этого, конечно, развалилась, но это был экономический удар, который послужил определенным образом, значит, развалу страны. Поэтому валютный баланс нужно было держать, объем добычи держать. В связи с этим что? В связи с этим объем бурения должен быть уже сейчас не менее 40 миллионов. А вообще-то, по моему пониманию и нашим расчетам, он должен составлять, ну, 50 миллионов в ближайшие годы. Это немыслимый рост. В те 70-е, 80-е, то такой динамики роста мы не достигали. Как мы сейчас это достигнем? Вот огромная задача, повторяю, я говорю, пишу, но все еще удивлен, что она не артикулирована на самом высоком уровне. Это задача есть задача. Для того, чтобы удержать объем добычи, нужно бурение, упрощая. Высоко технологично, невысоко, дорогое, западное, российское, да какое угодно. Возникает второй вопрос. Я был добывающим генеральным директором, цена вверх, вниз, что ты делаешь? Сокращаешь затраты? Добывающая компания жила, живет и выживет при любых условиях, кроме одного. Она резко сокращает или развивает затраты. Затраты ударяют почему? По бурению об устройство. Ну, в первую очередь. Ну, что сидишь с ручкой делая? Где основные затраты? Конечно, бурение. А там дальше и об устройство пошло. Вот этот вопрос выживания нефтяных компаний, он как бы всегда решается, вот я упрощаю, но в таком ракурсе. А вот технологическое обновление, модернизация, развитие промышленности, все высокие слова, которые мы десятилетия говорим, они заключаются именно в сервисе. Потому что сервисник не может добывать, не может из-за добычи сократить. У него люди конкретные. Причем люди наиболее главный товар, их головы, их квалификация, технологическая успешность этих компаний. И они-то живут как раз за счет хорошего оборудования, хороших технологий, хороших людей и зарабатывают на этом. И если говорить про модернизацию, то надо как раз говорить и про технологическое обновление, и про все, что с этим связано, говорить, конечно, не о добывающих компаниях, а именно о сервисе вообще. Входят, не входят они там в компании. Яркий пример, примеры у нас есть, крайне положительные есть примеры, но они как-то не выпечены. Но яркий пример здесь, что в объемах добычи, что в объемах прибыли и что в объемах бурения. Какая компания? Так, с первого раза. Сургут нефтегаз. Сургут нефтегаз единственный, затем лукоил с отрывом, достаточно серьезным к Сургут нефтегазу. Но из 20 миллионов бурения, 5 миллионов бурит Сургут нефтегаз. И не на самых прекрасных, условно говоря, в анкорских месторождениях. Он обеспечивает добычу, и главное у него самые большие, с 98 года резервы финансовые. Значит, люди тратят, знают на что и обеспечивают эффективность. Поэтому, когда я читаю, в нашем кругу это можно говорить критично, но когда я читаю или слушаю выступления некоторых, так сказать, от нефти и экономики людей, меня просто убивает. Когда начинают сравнивать цены на дорогие, нет скважины в Америке, у нас дорого нет, значит, сланцевый газ, ну не о том вообще разговор. Ты возьми нашу российскую компанию и четвертая часть, и как только ты возьмешь остальную добычу, то даже не надо быть с высшим образованием. Ты карандашом посчитаешь, сколько надо бурить вообще, чтобы удержать объемы, и при этом не задаваться мыслью, что ты еще должен потерять прибыль. Ну, Сургутнефтегаз десятилетиями не теряет. Ну, что еще может быть более ярко? Конечно, у него специфика, у Сургутнефтегаза, если брать сервис. Он у него закрытый, холеный, взращенный. Я рад, честно говоря, за Сургутнефтегаз, по-хорошему, как профессиональный человек. И за то, как это создано, но это, конечно, не вектор будущего. Весь мир специализации, от этого не уйдешь. Они особые сделали все у себя, молодцы, только равняться надо. Но если говорить о развитии структурам, то, конечно, сервис должен быть специализирован. И укропнен, и эффективен, и с российским брендом. Если мы перешагнем 30% сервиса, отдав его в западные руки, то мы тогда, честно говоря, зря о себе так сильно кукарекаем, что у нас много больше стали добычи, что мы такие добычники, что мы весь мир держим, энергодержава и так далее. Вот меня так хотелось бы мне это вам сказать для затравки, чтобы вы обсуждали это дело между собой, не обязательно только на этом совещании. Что, если дальше не про объемы говорить, а про качество, что касается, не качество, а что касается второй темы, это модернизации. Вот мы приводили, я поручил, и мы как могли собрали эти цифры. Наверное, можно их там еще раз, статистика вся такая ненадежная, но проверить. Но с 87-го по 91-й получили мы тысячу примерно 100 буровых новых, серьезных буровых. А с 92-го по 12-й за 20 лет 380. Из них половина, естественно, не российских, а те практически все российские. На них работаем. Задним числом можно сказать, что не совсем плохое, ведь оборудование-то у нас было. Но тогда один Уралмаш производил максимум 300, ну 250-то он производил буровых. А сегодня они 25 не могут сделать. Поэтому, когда говорим про нефтегазовый, что он восстановился, укрепился и так далее, и как только переходим на то, что должно, по идее, укрепиться, то, конечно, это флагман, на это равняться, равнялись и равняться, а там же большие производственные, технологические, конструкторские мощности были. Люди еще живы, которые это все делали, конструкторы. Просто они там по кооперативу у нас сейчас разбежались. Поэтому вторая задача огромной важности, это в ближайшие годы из двух состоит. Это провести замену, но тоже карандашом. Значит, умножили там тысячу буровых на 20 миллионов долларов и получили сумму, которую надо вот заменить за эти годы, вот сейчас, за 3-4-5 лет максимум. Но при этом, если понимать, что кроме этого мы должны еще расти с бурением, то задача стоит еще тысячу иметь, но если не тысячу, так 500 новых. Поэтому колоссальные цифры, и я уверен, что если не сегодня, то буквально через какой-то отрезок времени и руководство страны будет говорить о валютном балансе и о том, что нужно удержать 500, значит, и так далее, и так далее, добычи. А в результате, значит, деньги будут направлены. В связи с этим вопрос стоит, направлены на кого и куда. Вот тебе, значит, так сказать, патриотизм весь меж взятый и политическая задача, которую руководство страны в лице президента уже выразило, это 25 миллионов рабочих мест, я полностью это разделяю. Вот они, живые деньги, живая задача. Поэтому я, так сказать, завершая, считаю акцентами то, что уже сказал, не повторяясь, но акцентами, не повторяясь, мне кажется, я пытался их выразить. Следующее. Из проблем, которые надо решить, главная проблема, это все-таки заказчик, подрядчик. Вот даже не президент политически все сказал. Давайте читать, еще раз возвращаться. Я даже сейчас не хочу какие-то там, значит, делать реверансы, но политическое руководство страны ясно все сказал. Дальше идут, так сказать, органы правительства, которые в той или иной степени это должны выполнять. Но даже не эти органы, а вы, заказчики и подрядчики, вы и только вы, как Сургутнефтегаз, в силах сделать основную массу работы. Вот, как бы, как хочешь. Я, честно говоря, доволен, что вот в такая аудитория, я думал, что соберется меньше у вас людей, но вот только что в Хантах мы встречались с забывающими компаниями, только что в июне снова совещание проводили, перед этим конференции были, то есть тема с разных сторон, хорошо, что будируется. Но надо, вот как говорят, как в биатлоне, выстрелов 10 и 10 попаданий. Акцент, акцент, акцент. Добычу удержать, бурить столько-то, обновление такое-то. И вопрос останется один. Так это добывающие компании и подрядчики. Вы трехлетние контракты сделали или нет? Вы оговорили, как будете поднимать и куда направлять деньги? Да, безусловно, сейчас увеличение бурения уже без Китая или других поставщиков оборудования просто не избежать. Одно дело, как говорят, не глядя, все отправить. А другое дело, ну как только что, значит, вот у нас у Крутого прозвучало этот опыт Норвегии, все. Он конкретный же опыт-то, его ж можно и нужно реализовать. Поэтому я никогда не призывал и не призываю к изоляционизму. Сейчас сам в бизнесе занимаюсь, в основном западными проектами. Но, значит, считаю, что ответственность сейчас на нефтегазовом комплексе вот нашего с вами уровня, компаний, подрядчиков и машиностроителей более огромна, чем даже на правительстве и президенте. К моему сожалению, из машиностроителей, вот на всех, ну на четырех, наверное, я за год был встречах, на встречах машиностроители у нас никакие не могут ничего сформулировать. Тот же не обижается, если здесь в Уралмаш кто-то есть. Ну что такое тогда он выступил, да? Человек не смог, руководитель департамента, не смог сформулировать. Он так что собирается делать? Всей гурьбой, значит, флагманом индустрии, он действительно таковым являлся. На зависть всем там странам БРИКС и так далее в 90-м году. Они говорят о двух, трех, пяти, десяти установках. И не могут сформулировать, что им надо 250. И даже не им, а нефтегазовому сектору. Я благодарю вас за эту конференцию и прошу как-то с такой профессионально-гражданской позиции пытаться выработать меры, которые мы с вами в первую очередь будем реализовывать. А при реализации нами мер возникнут и темы более острые к руководству правительства страны. Я сегодня встречаюсь с министром Мантуровым. С нового у нас все проговорено, полное понимание с его командой. Вот сегодня, значит, мы однажды встречались, сегодня окончательное, слово, наверное, неправильно окончательное, но базовая встреча как раз на эту тему. Так совпало. Так просто совпало, что переносили. Я в командировках, он в командировках. Я думаю, что он цепкий, деловой. Значит, я от лица вашего в том числе. Вот еще я ему подготовил уже и положу выкладки, которые возлагают ответственность на них, как координаторов, они-то где? Где наша координация, которая должна вестись от лица правительства? Благодарю, спасибо. Музыка 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 Музыка